Особое мнение на 101FM А мы переходим к вопросам И поводом, собственно говоря, для нашего сегодняшнего разговора Стала победа в конкурсе, в муниципальном конкурсе Вашей компании ПромМедиа Конкурс называется, если правильно его прочитать «На оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов В информационно-телекоммуникационной сети интернет» Вот хорошо, что вы зачитали, потому что все говорят только почему-то про размещение То есть почему-то все пропускают строчку про создание Давайте мы об этом поговорим, что именно включает в себя весь контракт Я хочу начать вот с чего На конкурс заявлялось две компании Это телекомпания «Девятый канал» и ваша компания Мы знаем, что такие конкурсы проводятся, как правило, на понижение цены И выигрывает та компания, которая даст меньшую цену «Девятый канал» давал цену меньше на 165 тысяч, чем ваша компания Но при этом победителями они не стали Что было здесь определяющим фактором? Ну, во-первых, я не входил в комиссию Это отбирала специальная комиссия И какими она руководствовалась? Ну, конкурсную документацию вы читали уже по итогам конкурса Ну, и насколько я знаю, там нужно было предоставить все документы В том числе об образовании оператора Профильного образования операторского именно В том числе регистрация того же коптера Ну, там такие элементарные требования были в этом конкурсе То есть вы думаете, что у «Девятого канала» нет регистрации этого оператора? Я не знаю, чем руководствовались они, когда они понижали цену и выходили на этот контракт Но комиссия, насколько я понял, приняла решение, что да, этих документов у них нет В том числе и по регистрации коптера Это по закону Сейчас каждый коптер должен быть зарегистрирован Ну, вот по закону про то, что он должен быть зарегистрирован Я, насколько знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь Квадрокоптеры перед полетом Нужно согласовать еще и маршрут полета И согласовать, собственно, дату полета Вот вопрос, как в этой ситуации будет организовано Бывают же мероприятия, которые возникают стихийно Наверное, какие-то ситуативно Которые за месяц, за два не запланируешь Бывает, что нужно снимать завтра Нет разрешения, нет съемки У нас, помимо всего прочего, есть наземная камера Не обязательно только коптер С профессиональным оператором Которого, да Который имеет соответствующее образование и так далее Сам контракт подписан уже? Сам контракт, нет А с какого числа вы начинаете работать? Мы пока ничего не получили Я, честно говоря, этим директором занимается Я отвечаю за производственную часть Собственно говоря, тот самый видеоконтент Всеми бумагами, договорами и так далее занимается директор Давайте тогда касаемо производственной части проговорим Что все-таки будет входить в этот контракт Кроме размещения публикаций в социальных сетях? Создание Создание, прежде всего Создание чего? Создание видеоконтента Чем мы, собственно, видеографический контент Любой контент, который размещается в социальной сети Этим, я не знаю, вы можете зайти на нашу страницу ВКонтакте И посмотреть, что этим мы занимаемся уже больше года Единственное, что произошло из меня Полгода назад мы зарегистрировали ООО «Проммедиа» Как раз, кстати, в СМУ Потому что, а занимаемся А, к слову сказать, я этой историей занимаюсь уже 25 лет Из них 20 я работаю на федеральные каналы в том числе И вся эта история с коптером, когда мы ее задумывали Мы ее задумывали еще года полтора назад Начали эти съемки практиковать И это тренд, который, собственно говоря, идет сейчас и на всех федеральных каналах То есть на все съемки, где мы даже встречаемся с коллегами с федеральных каналов Они ездят, у них прямо в кармане лежит маленький коптер То есть помимо наземной съемки, они обязательно летают Потому что это уже, ну, просто это уже правило, скажем так Это новый телевизионный тренд, который уже давно используется И, собственно, мы его начали осваивать вот где-то года полтора-два назад И к тому моменту, когда мы уже поняли, что мы освоили этот вид съемки Мы стали участвовать в конкурсах Это не единственный конкурс, у нас много заказов Сейчас мы заканчиваем фильм компании «Хольцхаус» Тоже большой заказ, большой фильм, который наполовину снят коптером Это было первое требование компании «Хольцхаус» Хорошо, давайте поговорим все-таки, как этот процесс будет организован Кто вам будет передавать Я же так понимаю, что посты в той же социальной сети ВКонтакте Это не только фотографии, это не только видео, это еще и текст То есть кто вам будет передавать информацию о том, что вот такое мероприятие Кто будет писать тексты и так далее Пресс-служба никуда не девается В администрации города работает пресс-служба Если они считают нужным, что то или иное мероприятие нужно осветить с помощью видеосъемки Мы получаем этот заказ, то есть и выезжаем, и делаем материал Собственно говоря, пишут материалы, все, пресс-служба На то она и есть пресс-служба То есть ваша работа только отфотографировать, создать видеоконтент? Нет, отфотографировать, отснять Отснять Да, мы не фотографы, и у нас нет профессионального фотографа в команде У нас есть профессиональные видеооператоры Тогда кто будет заниматься подготовкой фотоматериалов, которые в этом техническом задании тоже указаны В том числе для социальной сети Instagram, ВКонтакте и Facebook Я вам скажу по секрету, кнопочка F6 из видео делает фото И это гораздо лучше, гораздо проще То есть это гораздо лучше, чем профессиональный фотограф? Профессиональный видеооператор снимает, и из этого кнопочка F6 делается фотография С работы профессионального видеооператора Понятно, то есть мы идем по пути создания видеоконтента, и все это упрощаем, оттуда берем фотографии Естественно, ну хороший фотограф, я вам по секрету скажу, стоит тысяч 50 в месяц Зарплата хорошего фотографа Есть возможность у бюджета содержать хорошего фотографа? Я думаю, что нет 50, это я даже, наверное, мало сказал Давайте мы поговорим про паблики, где будет размещаться эта информация Есть ли какое-то понимание, в какие паблики войдут? Директор ведет переговоры с пабликами, естественно Ради интереса можете... Мы можем назвать какие-то уже? Ну, со злым кировчанином, я думаю, будет заключен договор Вы ради интереса, вот те, кто эту сумму увидел и начинают кричать Ради интереса, поинтересуйтесь, сколько стоит размещение в пабликах Вот просто позвоните в любой из пабликов Там же есть контакты, знаете, сколько там стоит размещение? Так вот у нас половина этой суммы уйдет только на размещение То есть почему-то эти вещи там никто не узрел Все узрели миллион, давайте его раскинем на 200 материалов Давайте вычтем из него налоги, давайте вычтем из него оплату пабликам И получится, я вас уверяю, получится 3 копейки Ну, вот давайте как раз поговорим Есть позиция депутата городской думы Михаила Ковязина Который на январском заседании городской думы выступал по этому вопросу Выступал против, говорил о том, что социальные сети, они априори бесплатны А вы спросите у Михаила Ковязина, он в социальных сетях бесплатно размещается? Ну, я заходила на его страницу, у него достаточно активные подписчики Они достаточно активно комментируют Так вот, априори бесплатные социальные сети И почему бы не использовать ресурс пресс-служба, который сейчас, к слову, состоит из 8 человек И почему бы им как-то не включиться в эту работу Даже если каждый человек напишет по одному посту и разместит 8 постов в день Пост занимает 10 минут Где разместит пост? Вот вопрос Вот тех пабликов официальных уже... Вы попробуйте создать паблик с просмотрами 5000 Хотя бы Хотя бы 5000 Это раз Ну, а почему... Тогда вопрос, почему паблики, там, городской администрации, паблики территориальных управлений, там, Елена Васильевна, почему они не работают? Это вопрос не к нам Почему нужно идти в сторонние какие-то паблики? Мы сделаем так, что они будут работать В том числе с помощью видеоконтента В том числе за счет видеоконтента Посмотрите, сколько у нас просмотров Я посмотрю после программы Просто ради интереса 100 тысяч Есть 150 тысяч просмотров И посмотрите на официальных страницах, сколько просмотров 40 60 Вот эта история о чем? О качестве контента? В том числе о качестве контента Тогда о качестве профессионализма тех людей, которые ведут эти сети У них нет в штате профессионального видеооператора Этого нет в штате Ну, подождите, это ведь не только видеоконтент, это фотоконтент Можно интереснее написать пост? Интереснее его подать? Вот вы посоветуйте им, да Я знаю, как это делать Наша компания знает, как это делать Мы это делаем То есть люди на нашей странице смотрят и говорят Нифига себе, это было в Кирове Они не видели это Там под салютом Салют у нас, который мы просто выложили салют Люди у нас его видели, говорят Нифига себе, такой салют был в Кирове 110 тысяч просмотров Реконструкция, которая прошла у нас на аэродроме 150 тысяч просмотров Люди это смотрят у нас Я предлагаю прерваться на перерыв Прервемся, продолжим эту же тему обсуждать Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение Владислав Крысов сегодня в нашем эфире Мы продолжаем обсуждать контракт, муниципальный контракт В котором победила компания Владислава На размещение информации о деятельности депутатов городской думы Главы города Кирова и главы администрации У меня вопрос законодательства, наверное Мы знаем, что социальная сеть ВКонтакте В общем-то запрещает размещение политической рекламы Когда мы читаем техническое задание Мы видим, что это размещение информационного материала Если размещение информационного материала происходит за деньги Это реклама Если размещение происходит информационного материала О деятельности депутатов, главы города или кого-то Это политическая реклама Те, кто читал правила социальной сети Знают, что реклама политическая запрещена Любая, будь то паблики администрации, будь то реклама шествий, митингов, пикетов и так далее. При этом мы понимаем, что администрация, наверное, зная, наверное, читая тоже эти правила, размещает такой конкурс. Вопрос, получается, что мы уже на старте, обманываем социальную сеть. Погодите, вот салют в городе Кирове, это политическая реклама? Реконструкция боя, это политическая реклама? Нет, это нет. Но если в этой рекламе присутствует упоминание какого-то депутата, там, главы города или представителя администрации, это политическая реклама? Это политическая реклама, нет. Я не понимаю, а каким образом им работать? А что такое политическая реклама? Отчет депутата, это политическая реклама. Политическая реклама, это партия «Справедливая Россия» призывает всех выйти на митинг против чего-то под флагами «Справедливая Россия». И справедливая Россия, мы за людей. Вот это политическая реклама. А я, прости, как избиратель, я хочу знать, что делает мой депутат Журавлев, которого я выбрал на последних выборах в Городуме. Я хочу знать, что он делает. Тогда это информационный пост, который размещается бесплатно. А если за него платятся деньги... Кем он размещается бесплатно? Скажите, пожалуйста, я, Влад Крысов, у себя могу его разместить бесплатно? Попробуйте разместить его бесплатно в любом паблике. Попробуйте. Ну, тогда мы можем размещать на площадке администрации. На площадке территориальных аккаунтов, территориальных групп. На площадке аккаунта Елены Васильевны Ковалевой, депутатов. Они, безусловно, там и будут размещаться. В том числе там и будут размещаться. Но так, ради интереса, зайдите, посмотрите, сколько там просмотров. Каким образом человек должен узнавать о деятельности депутата? О том, что у нас происходит в городе? Сколько там крыш очищено или там еще что-то, это политическая реклама, что ли? За вчерашний день в Кирове очищено 400 крыш. Это политическая реклама? Это нет. Но как только в нем появляется какой-то депутат или представитель власти, вот это становится политическая реклама. А если их там пять появится? Пять депутатов? Да, это политическая реклама. Да кто вам такое сказал? Ну, я прочитала правила социальной сети. И там черным по белому четко написано. Запрещается политическая реклама. Я вам объяснил. Реклама депутатов, страничек депутатов, сайтов депутатов. Реклама шествий, реклама митингов, реклама пикетов и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, да. Шествий, митингов, пикетов. Я вам только что привел пример, когда куда-то там призывают. Это, я согласен, абсолютно политическая реклама. Или когда коммунисты кричат, приходите все на митинг. Хорошо, но если мы размещаем пост, когда мы говорим, что депутат такой-то, сделал то-то, то-то, это создает позитивное восприятие? Позитивное. За это платятся деньги. Это реклама? Реклама. Нет, это не реклама. Это информация о работе, но это не реклама. Реклама – это когда призывают или что-то вас, к чему-то вас побуждает. К чему вас побуждает или к чему вас призывает депутат Журавлев, который рассказывает о том, что он встретился со своими избирателями и решил вопрос освещения конкретного двора. К чему он вас призывает? К чему вас побуждает депутат Журавлев, делая такое заявление? Но этот пост формирует позитивное восприятие. Замечательно. Я очень рад за депутата Журавлева, что этот пост формировал ему позитивное восприятие. Любой видеоконтент формирует какое-то восприятие. Это безусловно, да. Но давайте тогда все обзовем рекламу и вообще социальную сеть закроем. Любой пост можно рассматривать как рекламу, согласитесь, любой, абсолютно. Там можно рекламу размещать, и там размещают рекламу, кроме политической. Об этом мы и говорим. Я вам говорю, давайте будем делить политическую рекламу и информацию. Это разные вещи. Ну, хорошо. Депутатов Госдумы у нас целыми днями показывают по телевизору. Это что, политическая реклама? Ну, телевизор это отдельно. Нет, почему вы делите? Почему? Это средство массовой информации. Что то, что другое. Да, но это совершенно другое средство массовой информации. Почему? Нет, это средство массовой информации, на которое распространяются те же самые правила. Там показывают депутатов Госдумы. Эти правила, о которых я вам говорю, прописаны в самой социальной сети, в рекламном кабинете. То есть они не написаны каким-то отдельным законом. Я еще раз говорю, давайте делить политическую рекламу и информацию. Вот и все. Хорошо. Давайте к другой немножко теме перейдем. Вы уже сказали, что паблики наших уважаемых руководителей города, депутатов, может быть, некоторых, они недостаточно активны, недостаточно посещаемы. В апреле прошлого года вы в этой студии с моей коллегой Светланой Занько говорили о том, что обсуждали как раз эффективность работы городских властей в социальных сетях. Говорили тогда, что они неэффективны. Вот сейчас, по прошествии почти года, что-то изменилось? Пока ничего не изменилось. Я, честно говоря, не вижу. Мы готовы в этом смысле предложить несколько вариантов. Сегодня даже к нам... А мы можем эти варианты сейчас услышать? Сегодня даже к нам подошли депутаты и сказали, слушайте, а давайте что-нибудь к 9 мая сделаем. То есть вот чего-нибудь. А все это заканчивается на уровне чего-нибудь. Кто это чего-нибудь будет придумывать? Кто это чего-нибудь будет реализовывать? Кто это чего-нибудь будет в конце концов изготавливать? А вот это что-нибудь, что вы придумаете? Вы должны согласовать с пресс-службой? Естественно, естественно, естественно. То есть есть идея, хотим сделать то-то. Вот наше предложение одно, два или три. Если вы согласны, мы и делаем. Я с удовольствием такими проектами займусь. В том числе к 9 мая. С превеликим удовольствием. У нас есть задумка сделать в том числе проекты с самими депутатами, которые будут иметь возможность отчитываться о своей работе так, чтобы их услышали, а не так, чтобы это было сделано для галочки, например. И все это будет сделано с помощью видеоконтента? В том числе с помощью видеоконтента. Это будут разные абсолютно проекты. Хорошо. На том же эфире вы говорили о том, что Илья Шульгин, пусть экс-клава администрации, но тем не менее, Елена Васильевна Ковалева, что они мало общаются с журналистами. Вот опять-таки, по прошествии года изменилось что-то? Ну, сейчас меняется, да, по крайней мере. И Илья Вячеславович, я насколько помню, он общался с журналистами. Ну, правда, там были. Ну, тот самый пресс-час, который у нас был раз в неделю. Да, да, да. И сейчас, насколько я знаю, тоже планируется проводить такие мероприятия, в том числе и с Ковалевой, насколько я знаю. То есть будет это в формате раз в неделю или раз в месяц, но это будет. В этом смысле сейчас все стали понимать, что общаться нужно. То есть здесь движение куда-то идет вперед. В этом смысле, да. Но это же еще ведь, помимо всего прочего, это требование федерального центра. Общение с журналистами. Общение с журналистами в том числе, да. Ну, вот вы сейчас сказали про открытость власти. Я хочу вспомнить ситуацию, которая произошла в минувшие выходные. 2 февраля, воскресенье, был народный сход в деревне Лубягина по поводу расширения карты полигона. Там сейчас построено три карты, будет построено еще три, да, до завершения строительства. Я приезжала на этот сход, точнее, на эту встречу министр окружающей среды Алла Викторовна Албегова. Она сама стала инициатором встречи. Встреча была согласована в Доме культуры, но Дом культуры рассчитан там, ну, на 10, 20, 30, 40 человек. Неожиданно туда приехали, по подсчетам организаторов, порядка двух тысяч человек. Естественно, что Дом культуры небольшой, он не вместил всех желающих. И вот эти люди, эти две тысячи человек, они или потребовали, или попросили, я уж не знаю, чтобы Алла Викторовна вышла к ним и ответила на их вопросы. Вот эта история про открытость власти, про общение власть там, имущих с людьми, вот она здесь как реализована была, правильно Алла Викторовна поступила или неправильно? Алла Викторовна поступила правильно, она неправильно поступила в том смысле, что ей оценка 2 за подготовку к этому мероприятию. Если бы она была к этому готова, она бы поступила, наверное, по-другому. Естественно, она была не готова к этому, и это вопрос к ней, почему она была не готова к этому. В том числе, я так понимаю, у нее не было ответов на многие вопросы, которые только сейчас, ну, вот ей передали уже совершенно официально, Сейчас она их готовит. И сегодня была пресс-конференция, где она начала давать ответы на эти вопросы, в том числе по мусоросжигательному заводу. Я так понимаю, 2-го числа она была не готова отвечать на эти вопросы. Это раз. Но она должна была выйти к людям и сказать, что, извините, я не готова. Должна, должна была. И по моему мнению, вообще, то есть она была именно должна сделать так. Выйти и сказать, извините, я не готова. Я прошу прощения у всех, кто здесь собрался. Я подготовлюсь, отвечу на все ваши вопросы такого-то числа, в таком-то месте, где вы скажете, где по закону это будет все правильно и так далее. То есть, на мой взгляд, да. Другой пример тоже про социальные сети. Он такой, наверное, со знаком минус. Это пример депутата Иранско-Городской думы от Единой России. Да, в нашем проекте, короче, мы специально заострили на этом внимание. Да, это возмутительная история. Я считаю, что так чиновники себя вести не должны. А я хочу спросить немножко не об этом. Там должны и не должны так себя вести. Вот на том эфире, на Апрельском, вы говорили, что часто происходит так, что странички в социальных сетях за глав администрации, за глав городов и так далее ведут часто их пресс-службы. Да, и вот здесь мы видим ситуацию, когда страничку ведет лично депутат. Вот вопрос. С одной стороны, вроде бы хочется, чтобы депутат все-таки вел страничку сам, а с другой стороны вопрос контроля возникает, потому что иногда они публикуют то, что не совсем, наверное, допустимо. Ну, в этом смысле я, наверное, думаю так, что здесь нужно тоже разделять. Есть официальная страничка, да? Если ты хочешь там походить в трусах и выложить свою фотографию, там, я не знаю, где-нибудь под елкой или там со стаканом пива, ты заведи личную свою страницу, а не депутатскую, да? Ну, подождите, он же не перестанет от этого быть депутатом, если он заведет свою личную страничку. И каждый депутат, он должен понимать свой статус, и прежде чем это делать, я думаю, каждый из нас это делает, разумный человек, прежде чем чего-то опубликовать в своей соцсети, он думает. Естественно. И депутат, я считаю, что он должен втройне думать, он должен 10 раз подумать, прежде чем чего-то опубликовать или чего-то сказать. Мы видим в сети кучу таких примеров, когда там то тут, то там сказанут, а потом изменяются на своей же странице, но простите. Момент контроля должен здесь быть? Мне кажется, да. Ну, какой-то фильтр, я не знаю. В первую очередь самоконтроль должен быть. Каждый человек, который занимает какую-то должность, он должен понимать, что он занимает должность и что за ним смотрят. И, естественно, прежде всего самоконтроль, да. Смотрите, а с другой стороны, да, если посмотреть на этот пост, я его нашла, я его прочитала, там дословно было первое предложение, я опущу. Второе предложение было такое, что вы, кроме как писать в группе, ничего не можете, ничего не умеете. Может быть, депутат этим постом просто хотел открыть глаза людям на то, что они не готовы написать обращение в администрацию, обращение в прокуратуру. Что вот им проще написать в паблик, сказать, что вот у меня, вот я выхожу из подъезда, у меня яма. Вот он написал, а у администрация, у меня там яма, да. И сидеть и ждать, что кто-то придет и сделать. Может быть, он на это хотел обратить внимание? Ну, не важно, на что он хотел обратить внимание, важно, в какой форме он это сделал. Ты депутат. Что значит терпилы? Терпилы – это вообще феня, простите, да. Он начал по фене ботать в сети. Товарищи, что это? Нет. То есть не важно, что он сказал, важно, как он это сказал. Если ты хотел эту мысль донести до людей, что, товарищи, давайте сами биться, давайте чего-то делать, так ты напиши нормальным языком-то. Ты депутат. За тобой следят. За тобой смотрят. На тебя там надеются избиратели, которым ты говоришь, что вы, товарищи, все терпилы. Как так? Особое мнение Владислава Крысова. У нас реклама, мы вернемся с другой темой. Особое мнение Владислава Крысова. У нас в гостях. Мы переходим к новой теме. Вчера на портале newsler.ru появилась новость о том, что вы, Владислав, покинули рабочую группу общественной палаты по контролю за содержанием дорог. Рекомендовали, вернее, уступили это место Константину Сичихину. И не погибал рабочую группу. Собственно говоря, вот вопросов несколько. Первый. Остаетесь ли вы в составе рабочей группы? История такая. Значит, сейчас должны быть, во-первых, новые заявки. Потому что группа эта формируется каждый год. Она не выбирается на 10 лет, на 3 года или на 4. Она каждый год формируется заново. Сейчас будут новые заявки, которые Совет Палаты будет рассматривать и включать или не включать туда. Будет ли от меня новая заявка? Да, я буду входить в группу. Просто я сейчас не могу ей руководить по ряду причин. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что у меня родился ребенок. Маленький ребенок, который отменимает очень много времени. И я должен уделять больше времени семье. Во-вторых, я поменял место жительства и живу сейчас не в городе, а за городом. Что тоже накладывает определенный отпечаток. Мне нужно возить детей в школу, привозить их обратно. И ряд еще других вещей. И в-третьих, я не украл, а намерен отработать тот миллион, который мы получаем. О котором мы говорили в первой части программы. А это работы очень много. То есть эта работа так просто ниоткуда не появится. С самой рабочей группой, как вы считаете, что будет? Она станет более активной, она станет менее активной. Что вы понимаете под активностью? Это бегать с фотоаппаратом, фотографировать и хихикать, и всем показывать, что вот я чего-то делаю. Вы это называете активностью? Но станет ли она более активно выявлять дефекты на тех же дорогах? Она и эта работа никуда не девалась. Она и велась и в прошлой рабочей группе, и в нынешней рабочей группе. Вот я немножко не понимаю вопроса, когда задают вопрос менее или более активно, кто мешает членам рабочей группы активничать. Абсолютно у всех разные, абсолютно у всех одинаковые права в этой рабочей группе. Каждый член рабочей группы, если он считает, что есть какая-то проблема, может ее вынести на обсуждение на рабочую группу, может ее сфотографировать, сделать видеосъемку, сделать запрос в прокуратуру, сделать все, что угодно. Для этого не нужно объединяться и бегать толпой по 10 человек, осаждать какого-нибудь асфальта укладчика с вопросами, почему асфальт недостаточно черный и так далее. Это сделать может любой член рабочей группы. Ну, сейчас, как я понимаю, потенциальным руководителем будет Константин Сичихин. Он в состав рабочей группы, в состав общественной палаты не входит. Это решать Совету Палаты. А как это возможно? Это Совет Палаты будет решать. Ну, а вообще возможно, что не член общественной палаты возглавляет рабочую группу общественной палаты? Именно поэтому я предложил Дениса Пырлога, потому что я был уверен, что нет. Мне члены рабочей группы сказали, что такого в уставе нету и, возможно, это может быть. Хорошо, вы предложили Пырлога. Он со вчерашнего, с сегодняшнего дня выходит на работу в ВТП. Когда, да, когда вот это решение формировалось, еще не было этой информации, да, но просто нет. Почему? Мы предлагали Юрию Львовичу Шлемензону. Он тут же взял сам отвод. Вы думаете, там очень здорово и весело, вы не забывайте, что там все работают за бесплатно. Никто не получает ни копейки денег за это, тратя там свое время. И предложив нескольким человекам, все сразу сказали, не-не-не-не. Ну, если люди туда входят, значит, они понимают, что у них есть время на это, есть желание. Руководитель рабочей группы, я еще раз говорю, предложили Юрию Львовичу Шлемензону, он тут же взял сам отвод. Поэтому и... То есть сегодня он потенциальный руководитель рабочей группы Константин Сичихин. Я так понимаю, что решение будет принимать Совет Общественной Палаты. Когда этот совет будет? Не знаю, в самое ближайшее время должен быть. Ну, какой-то регламент же есть, там, что в течение 30 дней с момента, там, нет? Я, честно говоря, не копался. Вот в какой срок, зачем я принял для себя решение, а дальше это работа Совета Палаты. Это дальше не моя забота абсолютно. Про Дениса Пролога заговорили уже, давайте про него тоже поговорим. С сегодняшнего дня он выходит на работу в муниципальное автотранспортное предприятие. Как вы оцениваете это назначение? Может быть, это такая антикризисная мера? Я очень рад за Дениса Пролога и дай бог он... А за автотранспортное предприятие? И дай бог, да, и дай бог он наведет там порядок. Я вам просто приведу там несколько примеров. Ну, допустим, у нас очень большая шумиха была в начале января, когда куча автобусов не выходили на маршруты. На определенных маршрутах там не было... Это та история, когда сказали, что это забастовка, да? В четырех, там где-то пяти не было. Это у всех перевозчиков. У Пролога выходили все автобусы. Это все зафиксировано, задокументировано и так далее. То есть человек ответственно относится к своей работе. Были некоторые перевозчики, у которых до 70% маршрутов машин не выходили на линию. Понимаете? Ну, вот один самый маленький пример. Мы просто ради эксперимента, мы потестили. И есть онлайн программы, по которой можно видеть, сколько маршрутов на автобусе. Мы три дня потестили эту программу. Во-первых, мы ужаснулись, какие у нас товарищи-перевозчики, которые могут до 70% машин не выпускать на линию. И в это же время мы видели в том числе... Подождите, ведь муниципальным контрактом должно быть прописано, что... Вопрос, вопрос, очень большой вопрос. Сколько там от парка должно выходить на линию? Да, да, да. По-моему, там 40% и то там в каких-то... Может не выходить там по каким-то причинам. Но насколько я помню... Просто я помню, что хотели довести вроде бы эту цифру до 90%. Я не знаю, честно говоря, чем закончилась эта история. Я тоже, но вот эту историю мы просто отследили. И дай бог, Денис сделает вот эту систему. Я думаю, все скажут спасибо. Еще каких изменений вы ждете в работе автотранспортного предприятия? Ну, самое главное вот для тех, кто ездит на автобусах, я считаю, вот это самое главное. Это чтобы я был уверен, что меня в определенный час, в определенную минуту меня заберут с остановки и довезут до туда, куда мне нужно. Причем довезут не на печном топливе и не на пыхтящем каком-то там тракторе, да, а довезут на нормальном автобусе, на комфортном. То есть мы ждем систематизации работы? Да, систематизацию в первую очередь, во вторую очередь это естественно автопарк, состояние автопарка. То есть мы ждем обновления автопарка, улучшения его физического состояния. В том числе я знаю, что и сам Пырлок, он ездит и по заводам, и тестирует эти автобусы, в том числе к самим прям производителям ездит. То есть это не так, что подмахнули там бумажку, кто-то откат получил, купили там и 100 автобусов, к примеру, да. Нет, он сам лично, насколько я знаю, мы очень честно с ним общаемся, поэтому я знаю, что он в том числе вот такими вещами занимается. Хорошо, а снижение платы за проезд можем мы от него ожидать? Я не знаю, при чем здесь он. Скажу, потому что автотранспортное предприятие является, собственником автотранспортного предприятия является город. 100% акций принадлежит городу. Собственно говоря, если город даст ему задание, то даст ему рекомендовать. Если город поможет, но ведь есть же экономика, и все эти тарифы рассматривает целая большущая комиссия об основании этих тарифов. Правильно? Правильно. То есть там каждая копейка, насколько я знаю, она подтверждена, и она не из головы. Нет, но если мы говорим, что Денис Перлок такой хороший управленец, такой хороший менеджер, может быть, можно какие-то затраты оптимизировать, предусмотреть? И если он понимает о том, что сегодня городу, да, людям тяжело, да, дорого ездить, давайте... Но это прежде всего город, Денис Перлок исполнитель, есть заказчик. Заказчик, заказчик — это город. Заказчик вот этих вот работ, этих услуг — это город. Если город найдет возможность... То есть инициативу должны найти сверху? Ну, естественно. Если город найдет возможность, он должен, как минимум, я не знаю, каким образом, экономические затраты нужно считать, сколько, кто, кому должен компенсировать и так далее. Это не Денис Перлок решает. Он исполнитель, нанятый на работу для того, чтобы нас с вами возил тот самый автобус. Все это посчитать и сказать, что вот где мы можем ужаться, где мы можем оптимизировать и предоставить эти данные, потому что город в этих не будет считать. Давайте попросим Дениса Перлога в эфире особого мнения это сделать. Я думаю, он выкладку всю даст. Я, честно говоря, я понимаю, что это бешеная работа, и вот все это высчитать и все за этим следить, и ни вы, ни я, мы даже вот если сейчас залезем в интернет, не поймем, откуда и чего там это все формируется. Поэтому лучше, наверное, спросить Дениса Перлога. Хорошо, спросим. Пять минут до конца эфира остается. Я предлагаю последнюю тему на сегодня обсудить, и тема это про гражданскую палату. Тема появилась после новогодних каникул, об этом активно заговорили. И сейчас, насколько я знаю, идет разработка концепции этой гражданской палаты. Я сейчас процитирую цели проекта и задачи проекта, которые я взяла из группы гражданской палаты ВКонтакте. Ну, все, наверное, процитирую. Цели проекта, значит, заявленные, это обеспечение эффективного двустороннего обмена информацией между гражданами Кировской области, органами власти, значит, за счет выработки и консолидации общественного мнения, за счет привлечения к процессу лидеров общественного мнения, за счет привлечения к процессу профильных экспертов. В задачи гражданской палаты входят регулярные опросы мнений граждан по выявлению проблем, реакции на острые социальные события, определение вопросов, требующих постоянного внимания, создание комиссии, создание механизмов консолидации общественного мнения и так далее, и так далее. Вопрос логичный. В чем отличие от общественной палаты, конечно. Я, честно говоря, из того, что вы перечитали, я не понял. В чем отличие? В чем отличие? В чем отличие? Вопрос логичный. Тогда почему эта инициатива появилась? Наверное, ведь тоже не на пустом месте. Но я не знаю, откуда вообще эта история. Вот вы говорите, что она активно обсуждается. Я, честно говоря, активности больше не вижу, кроме вот этой громкой заявки. Но она обсуждалась в клубе «Вечерний». Достаточно ее публикуют общественники, тот же Валерий Семенищев у себя на страничке. Здорово. Пусть Валерий Семенищев создаст гражданскую палату и посмотрим, чем она будет отличаться, что она будет делать. Я не понимаю этой истории. Вот из того, что мы перечислили, я еще раз говорю, это вся та же самая история. То есть и что, в чем ее отличие? Вот я не знаю, в чем отличие, поэтому я хотела вас спросить. Любой продукт, я не знаю. Я этот продукт не изобретал. Может, тоже Валеру Семенищеву позвать в особое мнение и поговорить с ним. Смотрите, я хотела еще спросить, насколько вообще это важно и нужно людям, потому что вот мы в начале нашего сегодняшнего разговора говорили про социальные сети, говорили про иранского депутата, который сказал, что вот вы все не можете ничего сделать, кроме как писать в группы. Это же история про вообще активность людей. Если мы говорим, что сегодня гражданская палата, наверное, задумывается как орган, где будут работать, куда будут входить люди, неравнодушные. Но я не знаю, честно говоря, чем они будут отличаться от общественников, потому что в конце концов там тоже сформируется какой-то костяк 10-15-20 человек, которые будут постоянно и регулярно посещать. Вопрос в чем? Нужно ли это людям, если люди действительно, ну, наверное, зачастую не готовы там написать? Послушайте, это же естественный отбор. Вот сколько сейчас людей изъявили желание вступить в эту гражданскую палату? Вот я тоже не слышал. То есть это абсолютно естественный отбор. Если людям это нужно, они пойдут туда. Если люди посчитали нужным обсудить Лобягина, их туда пришло 2000 человек, как вы говорите, да, они собрались, вот она гражданская активность. Если кто-то посчитает... Ну, мне кажется, знаете, вот я сейчас подумала, наверное, все-таки история в том, что в общественную палату, мы же понимаем, что формируются, как формируются списки общественной палаты, да, это назначают губернатора, назначают общественное объединение, выдвигают и так далее. Здесь, наверное, будет, ну, иной, наверное, метод вступления, способ вступления. Наверное, все желающие. Это вопрос, нужно ли это люди? Ну, вот мы посмотрим. Пока я, честно говоря, не вижу никакой особой людской активности. Если это будет, ну, слава богу, будет. Если будет результат этой работы, отлично. Если этот результат общественная палата посчитает правильным, отлично, ребята, мы переймем у вас опыт и с удовольствием внедрим ваши мудрые наработки гражданской палаты. Но пока я этого ничего не вижу, собственно говоря, мы обсуждаем мыльный пузырь, да, его нет. А может быть, будет так, а может быть, не будет так. Ну, если будет, здорово. Но пока я вот не вижу никаких. Предлагаю на этом особое мнение завершить. Это было особое мнение журналиста, члена общественной палаты Владислава Крысова. Владислав, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.